Смотрите, пожалуйста. Мейте, пожалуйста. Подержи. Глаз подходит сюда. Смотрите, там что снимается. Евангелие от Иоанна, 6 глава. После всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тибириады. За ним последовало множество народа, потому что вели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Предлежала же Пасха, праздник евгейский. Иисус, возведя очи и увидел, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, не на 200 ледянариев, им на 200 ледянариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика пять грибов лечменных и две рыбки. Ну что это для такого множества? Иисус сказал, делите им возлечь, выложено на том месте много травы. Итак, возлюбло людей число около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлюжавшим, даже и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти и членных грибов, оставшимися у тех, которые ели. Когда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинка тот пророк, которому должен прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гуру один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю. И, водя в лодку, отправились на ту сторону моря, на Фернаул. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыл около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке, испугались. Но он сказал им, это я, не бойтесь. Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не ходил в лодку с учениками своими, а плыли одни ученики его. Между тем пришли из Тевериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господне. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, и учеников его, то вошли в лодки и прибыли к Абернауму, ищая Иисуса. И найдя его на той стороне моря, сказали, Рави, когда ты сюда пришел? Иисус сказал им ответ, Истинно, истинно, говорю вам, вы ищите меня не потому, что видели чудо, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Итак, сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. На это сказали Ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что ты делаешь. Отцы наши Елеманну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с неба. Ибо хлеб Божий есть Тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали Ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им, я из хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящих ко Мне не изгоню вон. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воле же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день. Возраптали на Него иудеи за то, что Он сказал, Я из хлеб, сшедший с небес. И говорили, не Иисус ли это Сын Иосифа, которого Отца и Мать мы знаем? Как же Он говорит, Я сшел с небес? Иисус сказал им в ответ, не ропщите между собою, никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний день. У пророков написано, И будут все научены Богом, всякий, слышавший от Отца и научивший себя, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истина, истина, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я из хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий Его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который Я отдам, есть плоть Моя, который Я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как Он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Идущий Мой плоть и пьющий Мой кровь имеет жизнь вечную. Идущий Мой плоть и пьющий Мой кровь не бывает во Мне, и Я в Нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и идущий Меня жить будет ною. Сей ты искрепший отшедший с небес. Не так, как отцы ваши елеману и умрали, идущий хлеб сей жить будет вовек. Сей, говорил Он в синагоге, учая в Капернауме. Волосы. Ладно, это же. Многие из учеников Его слышат, но говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам себе, что ученики Его ропщик на то, сказал им, это не соблазняет вас. Что же, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде? Дух животворит. Лучше не пользует ни мало. Слова, которые я говорю вам, суть Дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус отначало знал, кто суть неверующая и кто предаст И сказал, для того кто-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если не дано будет от Отца Моего. С того времени многие из учеников отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал в 12-ти, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголу вечной жизни. Ему уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога, Сын Бога Живого. Иисус отвечал ему, не 12-й вас избрал я, но один из вас дьявол. Это говорил он об Евудии Симон из Гариоти, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12-ти. Конец Иван Гриотиана 6-й главы. Еще один раз стоит плывание. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»